Беседа о вере называется «Увидеть и поверить». Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим. Так что из невидимого произошло видимое. Послание апостола Павла к евреям, 11 глава. Апостол Павел в послании к евреям противопоставляет веру и видение. В Евангелии Иоанна, наоборот, сама вера делает возможным видение. И это видение уже сейчас на земле делает возможным исцеление, духовное воскрешение человека. Кажущаяся противоречия объясняется тем, что апостолу Павлу речь идет о телесном видении. О Иоанна о духовном зрении, о духовном исцелении и воскрешении из мертвых. Согласно евангелисту Иоанну, нафанаилу обещано видеть славу Божию, о которой идет речь. Первая глава Евангелия Иоанна. Объект этого видения не только слава Иисуса Христа, но также конкретное изменение человека через исцеление. Это исцеление распознается глазами веры. Настоящая вера может познавать и видеть, что исцеление действует. Причем в Писании не сказано, что исцеление когда-то заканчивается. Последующее исцеление в будущем не исключается. Противопоставление телесного и духовного видения изображено в конце рассказа об исцелении слепого рожденного. В 9 главе Иоанна. Исцеление от слепоты, которое совершил Господь, приводит юношу не только к телесному видению, но и духовному. То есть к вере иудеи же, видевшие это, закрывают свое духовное зрение и не принимают очевидного. И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидевшие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из парицеев, бывшие с ним, сказали ему, неужели мы и мы слепы? Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Евангелие Теана, 9 глава. Фарисеи утверждают, что они видят, а не слепы духовно. Еще больше укореняются в своей духовной слепоте и отвергают Бога. Телесное видение также может включать веру. Так, любимый ученик, увидев пустой гроб, сразу верит, что произошло воскресение. Он помнит, что говорил Христос о своей смерти и воскресении. И поэтому сразу распознает значение события. Совсем по-другому происшедшим происходит в рассказе о Фоме. Фома требует телесного видения, чтобы поверить. Вера должна пребывать и без телесного видения, говорит Христос. Господь приглашает хвалу тем, которые веруют без того, чтобы телесно видеть. О том, что есть духовное, сердечное видение, ясно также из рассказа об исцелении слепого Вартемея, 10 глава от Марка. Ученики Христовы видели множество исцелений, но оставались духовно слепыми, неверующими, в чем их неоднократно упрекает Господь. Слепой же Вартемей, не видя исцелений самого Иисуса Христа, но даже лишь отслышание приходит к вере, доверию Господу. Уверенности в его силе исцелить. По своей вере Вартемей получает исцеление и следует за Христом. В отличие от богатого юноши, который не мог оставить своей собственности и следовать за Христом. Вартемей оставляет свою единственную верхнюю одежду, все, что имеет. Примером непривязанности к собственности является также женщина с алавастровым сосудом нардового масла. От Марка, 14 глава. Ее любовь к Иисусу Христу видела, что Он страдает, находясь на пути в Иерусалим. Даже ученики Христовы этого не видели, хотя Он прямо говорит о своих будущих крестных муках в Иерусалиме. Женщина не пожалела годового дохода, чтобы хоть как-то утешить Господа. Ее любовь стала пророческой, помазанием перед смертью. Взгляд верующего обращен на невидимое. Верующий не создает новой реальности, но познает, принимает реальность, которая закрыта от восприятия неверующим. Человек имеет право верить в Бога, потому что Он есть. Это реальность, от которой человек может или отказаться, или принять ее и познавать. Требование увидеть Христа телесными очами иногда высказывается в Евангелии с акцентом на смешке. Так распявшие Христа римляне поносили Его и говорили, Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с Христа, чтобы мы видели и уверуем. Также неверующие иудеи требовали от Иисуса Христа различных знамений с неба. Видеть исцеление больных людей для них было недостаточно. Видеть исцеление больных людей для них было недостаточно. В рассказе об исцелении бесноватого, который жил в горах и гробах, Евангелие от Марка 5 глава, повествуется о признании бесами Божьего откровения. Хотя бесы видят очевидное, речь не идет о вере, ибо вера – это доверие и верность. В послании апостола Иакова во 2 главе мы встречаем выражение «бесы веруют и трепещут». Но из контекста становится ясно, что апостол ведет речь о пустой, мнимой, бесплодной вере. О неистинной вере множество раз говорится в Евангелии от Иоанна. Эта тема рассматривается в главе «Подлинное время вера и мнимая» данного календаря. Другая там еще есть. В рассказе о прекращении бури Господь Иисус Христос указывает на неверие учеников, «Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Ивангелие от Марка 6 глава. Хотя апостолы уже очень многое видели, их сердца оставались в неверии, они субъективно воспринимали объективную реальность через свое жестокосердие. Ученики чувствовали себя оставленными Господом, хотя это было совсем не так. Он приходит в нужный момент на помощь. Этот рассказ касается также жизни христианских общин в период гонений. Хотя христианам подчас грозит смертельная опасность, Господь никогда не оставляет своих последователей, хоть они не всегда это чувствуют. В Евангелии от Иоанна мы видим, что частой реакцией на очевидное чудесное исцеление людей было неверие, а воскрешение Лазаря возбудило в неверующих еще большее желание убить Иисуса Христа и Лазаря. Таким образом, истинная вера – это прозрение, открытие Богом глаз человеку. По природе все люди склонны к духовной слепоте, но Господь может исцелить от этой слепоты. Проблема даже не в том, что люди объективно слепы, но в том, что они утверждают, будто видят, уверены в своей способности видеть и воспринимать реальность. То есть люди находятся в самообмане. То есть я верующий, я, говорит, знаю, что Бог есть. Но и бесы веруют, и знают, что Бог есть. А по жизни-то не видно, что он христианин. Неверующие иудеи были уверены, что лучше самого Господа Иисуса Христа понимают, как служить Богу. Следует подчеркнуть, что речь идет не о так называемых атеистах, которые отвергают существование Бога, а о споре между соблюдающими закон Божий, как они думали, и об истинном желании понять волю Божию и вериться Ему. Свидетель Игнатий Принчанинов пишет, что требовать видения, чтобы поверить, не сообразно с самим существом и достоинством веры, подобно к тому, как и между людьми плохо верят, если требуют задатка. Это дерзость, почти неверие, хотя, может быть, не совсем чуждое желание веровать. Это не одобрено Аффаме. Но совсем другое дело веровать без видения, и вследствие послушания веры, как дар, как награду, как подкрепление, как живительное исцеление, получить видение. Так первомученик Стефан веровал, исповедовал веру перед гонителями, предал себя смертной опасности за веру, и тогда увидел славу Божию, Иисуса, стоящего десную Бога. Книга Деяния, 7 глава. «Нет никакой пользы видеть Господа телесными очами, когда слеп ум. Когда вера – это сила духовного зрения не действует. Напротив, когда действует вера, отверзаются небеса, становится зримым сын одесной отца, вездесущий по Божеству и все исполняющий неизвещенный». Аминь.